привет я frosty templar и это снова афанасий да мы его прошли да мы получили несколько концовок но меня попросили говорят надо еще получить концовочки надо в общем то чё я решил я решил что мы получим еще одну одну концовочку посмотрим что это будет за концовочка посмотрим что там да как там и закончим с этой игрой на самом деле я хотел очень сильно снять реакции на концовочки этого афанасия но на просторах и дубы просто-напросто ничего нет горит хочешь видеть все концовки перепроходи игру по новой поэтому как-то так я тут предположил в общем-то тебя предположил я предположил что наша концовка которую мы играли в предыдущих сериях да не смотрел предыдущие серии обязательно посмотри поставь лайк прокомментирую там сделали посты и все в таком духе в общем давайте два пальца вверх ты молодец что я подумал что мы выбирали спасти пляну от непротивления тем самым попадали в этот кромешный чертов ад где мы там капали рубили убивали встретили коня этого запутала по волопопута и какая-то в общем-то концовочка там ну откровенно говоря ну ну хуевенькая хуевенько непонятно а поэтому сейчас я думаю вам пробуем помочь непротивлению и посмотрим к чему это приведет а как-то так эти как тебе такой день мне нравится мне прямо вот замечательный день кажется а какой мозг блять помочь непротивлению она предлагает страшную вещь но я не чувствую страха словно все это сон как будто мы и не просыпались после сомы я не могу идти с пустыми руками не могу просто отказаться теперь после всего услышанного и сказанного я должен узнать говорит ли плеана правду я должен узнать кто стоит за взрывами окончательное решение всегда можно принять позже а сейчас мне нужно больше информации я я рад что ты наконец то что кому-то наконец пригодился это значит что что я хочу вам помочь но вашему этому непротивлению она жала мою руку так что заболели пястные кости какая же горячая у нее кожа ты не пожалеешь джоз спасибо тебе окажется не за что благодарить так что дальше мне ждать тайных посланий тайных встреч кодировки расшифровки коды тайные эти мемуары какие-нибудь конец у него нет не понимаю вовсе нет на завтра уже подготовлена безопасная встреча с в отдельном месте не здесь но если ты втайне решишь все-таки сдать нас кланком сам понимаешь предосторожность конечно понимаю и удивлен что вы вообще встречаетесь лично когда все вокруг принадлежит машинам самый принять примитивный человеческий вариант оказывается самым безопасным а завтра мы встретимся у моего дома я тебя отведу а до тех пор ты должен притворяться все тем же кивиане прилежным работникам и законопослушным гражданином не забудь постирать свой пиджак а лучше купи новый вообще хочешь как шалопай я оказался выставлен за дверь с такой скоростью что закружилась голова поляна нам даже не дала а мы решили помочь на лице горели следы быстрых но страстных поцелуев если бы не боль в губах я бы подумал что мне это приснилось а ну хоть так кажется теперь я заговорщик в любить влюбленный любимый и очень опасный теперь я осталось выяснить кто я еще пешка или игрок прошу выясним обязательно это чертов будильник плит очередное тяжелое пробуждение каждое утро хуже предыдущего на этот раз хотя бы без хруста ребер и снов о живом мясе не успел я встать как взгляд упал на новенький рабочий пиджак тот висел на крючке у входной двери грозя порезать отглаженные манжетами откуда он взялся а я же его купил вчера кажется вместо прошедшего выходного в памяти осталось только дыра с рваными краями никакой четкой информации только ощущение липкой и душной жары значит это пробуждение все-таки не хуже предыдущего поверь мне а новая форма совершенно не виден невинная и обыденная вещь но ее вид вызывал ужас это не сон все что произошло взрыв разговор признание мое согласие франк спаситель что я наговорил пале они на что я согласился суждаю то лучше чем рубить к бать мне кажется лучше а крайней мере мы пока что в своем теле я схватился за голову так сильно что она заболела кстати пока что это насчет рубить копать видел я концовку одну пока что искал там концовочки видел есть концовка демон то есть смотри я пришел к тому выводу что если мы такие вот прилежные работники все-таки крутые из себя ну типа все на благо человечества все на благо начальства в общем то такие работники мы превращаемся в обычного трудягу после смерти то есть вот это вот рубить копать а если мы играем как-то по-другому я не знаю как честное слово я себе не спойлерил тебе тоже спойлерить не буду но я сам не знаю почему чё там надо спойлерить то возможно мы превратимся в демона надзирателя то есть того кто уже выше в этой ступеньки демонической и это мне нравится но вообще в идеале на самом деле выйти бы здесь на концовку министр кавиане я ее тоже видел там картиночку было бы интересно понять что тут да как но демон тоже один из вариантов этих хороший вариант доброе утро господин кавиане помолчи если вы хотите временно включить функцию голосового оповещения для этого необходимо ручные манипуляции через панель управления просто следуйте инструкциям на экране слушай бомнар я тут слышал края муха что тебя можно отключить полностью насовсем это правда вы действительно хотите меня убить меня передернуло кто заложил в программу именно такой ответ что за извращенное чувство юмора ну не хочу но предположим просто теоретически хочу знать возможно ли это для продолжения данной темы необходимо разрешение министерства алгоритм алгоритмической регуляции и кода отправить запрос в марк не надо нет нет отмена отмена лучше я пойду на работу успешного функционирования господин кавиане приложите максимум усилий теперь после того как я согласился помочь с непротивлению каждая тема для разговора казался опасным даже голос бомна разучал холодно и неприветливо словно он все знал и теперь едва сдерживал отвращение к предателю да и завтрак не получилось все больше воспоминаний о пережитом всплывала в памяти после того как вспоминал вспомнилась оторванная взрывом нога аппетит совсем пропал одно хорошо в таком мутном состоянии рабочий день пройдет достаточно быстро опять от наш коморка новый пиджак оказался еще более колючим чем предыдущий из чего их и их ри циркулирует из поношенных париков диодату а нет облысение то болезнь диспункция который больше нет в городе парики остались только в статьях библиотеки спасибо машину так от этих мыслей меня снова начало нервно потряхивать как же я ошибался этот рабочий день явно не пройдет быстро в таком состоянии он растянется растянется в очень длинный ад числа такие привычные друзья теперь превратились во врагов они ехидно выскальзывали и из-под взгляда и разбегались по экрану да и сам взгляд так и норовился скользнуть монитору и слепо уставиться в стену руки дрожали и беспорядочно двигались с места на место поправляли вору ворот рубашки скребли за ухом теребили клавиши терминалов на надо было теребить полиану доброе утро джаса я я надеюсь ты с благими вестями в столь ранний час доброго утра цель это не входящий вызов а исходящий как я умудрился нажать вызов начальник и что то теперь делать я я сегодня чувствую себя плохо функционирующим разладившимся ты конечно же обратился к этим к исповеднику и нет я не успел забежать к ним перед работой вот подумал что небольшая порция наставлений поможет джасая ты умный и ценный сотрудник ты похож на очень эффективно но невероятно сложный и хрупкий инструмент каждый день я молюсь о сохранении твоей функциональности спасибо цель а знаешь что делают с хрупким сложным ненадежным инструментом который часто ломается его выбрасывают я сказал да ансель я понял а теперь скажи мне очень эффективный инструмент джаса и как продвигается твое расследование самое расследование об истинной природе которого ты умалчивал ансель да но вот вступил непротивление на днях прикинь мы им это не сказали нельзя улыбаться он почувствует это в голосе нельзя слишком сильно держать контроль в этой ситуации мне положено нервничать это нормально чуть дрожащий голос это нормально к сожалению пока никаких подвижек но ошибки копятся так что рано или поздно количество перейдет в качество и тренд высветится сам если она высветится сам то зачем тогда мне нужен ты а ты чё такой грубый ты стал ко мне нормально общались это была фигура речи конечно же высветится для моего разума имею ввиду повисло тяжелое молчание в тишине я слышал только стук своего сердца вот так вот трепещущий комок бился где-то у горла помню о своей роли джасая мы собраны чтобы служить воле машин благодати и любви мы склоняемся перед их величием а кто слишком упрям чтобы склониться тот ломается да он сбросил он отключился раньше чем я успел договорить черт 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 идиот 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 с трясущимися руками дебил еще дурак что ли кажется я бил по клавиатру так сильно что сломал терминал по руке струилось что-то влажное и теплая кровь я стер темную жидкость пальцев на коже не обнаружила не обнаружилось ни следа повреждений но ранка даже мелкая не могла зашить так быстро жидкость струилась из терминала и и сопровождал терпкий металлический запах едва улами уловимый но настойчивый он словно отказывался покидать ноздри хочу такое то давать вот эту на превьюшку пойдет а я подожди на превьюшку пойдет вот так вот я не знаю что это я не хочу знать что это чтобы это не было оттуда чё-то какая-то хуйня вылезла да чтобы это не было в любом случае терминал не работает значит по инструкции я должен вызвать сотрудников марка уже второй раз за день я оказываюсь в опасной близости от регуляторов интересная закономерность закономерность в случайностях мышка кыш в одном я был прав этот рабочий день все-таки закончился быстро а чё это такое там вылезла чё-то какая-то хуета чем дальше я шел тем больше вопросов начинал себе задавать зачем я тут зачем я согласился почему я не могу просто сидеть в своем кабинете заниматься числами нужно меньше думать смотреть только на то что в непосредственной близости делать дела по шажочку по чуть-чуть помаленьку сейчас нужно всего лишь подойти к двери пляни не думать о причинах просто действовать просто делать just do it а я уже начала нервничать не сдал ли ты нас чтоб меня головку он взял напугала ты поджидал меня за углом что-то вроде того ты готов идти да да это я готов и больше не спрашивай меня а то я могу передумать она только молча кивнула волнение и страх искрылись между нами разделяя отпугивая делая нас чужими друг другу можем ли мы когда-нибудь вернуться к той близости да нет она нас используется у такая блядская меньше думать действовать по шажочку сейчас мне нужно шагать вслед за пляной сосредоточиться только на этом подписывайте свое сосредоточение вот это да опа сектор север запад юг тут кому-то пришел каюк когда-то северное направление так ценилось у людей что существовало специальное устройство указывая еще на него стрелочка компаса сейчас такое никому и в голову бы не пришло никто не ходит в сектор север никто тут не живет как минимум официально только люмина лампы едва мерцают в полу тьме бесцельно растрачивая ресурсы на пустые дома вы умудрились выбрать для встречи самое подозрительное место в городе вы не особо отвлечите умом не перец не переоценивай кланков их очень мало стоит только отвлечь их каким-нибудь происшествием и можно делать свои дела почти спокойно каким-нибудь например взрывом или странными смертями в управлении горных дел полиана только покосилась в ответ что ж она действительно может ничего не знать а может знать все повисшую в секторе север тишину нарушал только шорох и треск мусора под ногами скрип пластика отражался от тесных бетонных стен а чего казалось что кто-то шагает прямо за нашими спинами я замолк непроизвольно напрягая уши без бессмысленных попытках расслышать чужие шаги прости но отсюда ты пойдешь с повязкой на глазах это не моя идея джоуз не обижайся обычный мир безопасности кто такой чтобы обижаться вот именно тут недалеко не переживай хорошо а опять плотная ткань чего вы со мной делаете меня вот в этой плотной ткани нахуй на допросы фу на расстрел вели в одном демона превратили не дай бог сейчас опять в демона превратят не игра хуй то тогда будет не игра хорошая замечательный прям вот сто процентов плотная ткань накрыла не только глаза но и и но и уши мою ладонь вдруг крепко жали тонкие пальцы держись за руку я предупрежу если под ноги что-то попадется хорошо некоторое время я считал про себя шаги и повороты сам не знаю зачем это занятие быстро надоело затем что-то скрипнуло и звук шагов палеана изменился осторожно порог с преувеличенной осторожностью я переступил невидимый порог высоко задирая колени наверное со стороны это выглядело комично если кто-то и наблюдал за мной то смеяться он не стал тук 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 впереди раздался ритмичный стук как будто палеана пытался отбить ритм какой-то мелодии громкий щелчок замка еще несколько шагов вперед ну вот и перешли я буду рядом не волнуйся она сняла с меня повязку попутно взьерошив ладонью волосы от одного этого жеста мелкого и незначительного сердца забилось чаще а там этот кто нас посадил в тюрьму да ухту его джух то такие духу вот они на привыше пойдут при какие типы блять ей тишки где вас в инкубаторе вырастили что ли два братца акробатцы один хуй другой лопаться и тут даже не как больше нет до них не докопаться густую тьму помещения едва рассеивала пара тонких люменоламп их неверный свет обрисовывал две массивные фигуры прижмитесь лицом к стене расставьте ноги на ширине плеч и поднимите руки вверх за че ладно хуй с тобой чужие руки обшарили мое тело не грубо но старательно не пугайся братья анда привыкли быть кланками но теперь они с нами это единственное что имеет значение голос донесся откуда-то из-за широких спин братьев не громкий я явно не мужской он звучал непривычно сухо и тонко словно его обладательница едва находила в себе силы говорить я едва успел заметить как полиана отступила в сторону и растворилась в полутьме охранники наконец пропустили меня вперед я смог разглядеть обладательницу странного голоса лидер непротивления добро пожаловать джасая мы приложили немало усилий чтобы ты оказался тут что произошло с ей с ее лицом морщины такие глубокие что кожа вокруг них обвисает складками эти борозды не разглаживаются даже на таких ровных местах как лоб то что ты видишь на моем лице джасая называется старость а она не в радости думаю в своей жизни ты видел такое не часто я видел людей сорока и даже пятидесяти лет но никто из них не о нет мне гораздо гораздо больше сынок это сумасшествие она также стара как сам министр квирин но раджа квирин сохраняет машины благодати и любви это привилегий дар долгой жизни для самых верных и трудолюбивых что же удерживает ее от попадания в храм нежной смерти сейчас не время удивляться ее возрасту я здесь не для этого почему мы встречаемся именно здесь этот сектор это офисное здание существует как напоминание о том чего лишились еще наши предки о том что было у нас когда-то знаешь что стоит в шкафу за моей спиной какие-то тоненькие кирпичики разных цветов картины это книги дуракат кусок в бей свою башку книги это книги технические справочники руководству учебники когда-то мы их собирали пытались сохранить знания стремительно утекающие сквозь пальцы могу я посмотреть ты можешь попробовать не запачкай свою чистенькую форму я попытался взять один из кирпичей пальцы тут же увязли в плесени книга с хрустом раскрылась осыпаясь в труху прямо на глазах выцветившие буквы сбежали вниз прям мне на колени не успевая сложиться вас в осмысленные слова я предупредила надеюсь ты понимаешь почему у нас совсем не осталось времени о непротивление у города у людей кто вы я кай енсен но ты можешь звать меня просто кай слушай а мы вот в тоннелях когда были за рабочего демона не видели ту к это же она да по моему она напиши в комментариях она или не она не пони не я просто не помню по моему там тоже звали к это та сука которая нас кинула у озера да по моему она как она тогда так типа мы их сдали и это же убили из-за этого и она оказалась там интересно в каком-то смысле я создала непротивление или она создалась вокруг меня да там тоже она говорила что тип вару вокруг меня все создавался то она прикинь вот это да то есть мы тогда сдали всю группировку непротивления и тишки-пассатишки ты прикинь как личинка ручейника строит вокруг себя домик из веточек и камней или скорее город обволок город обволок меня непротивлением как моллюска наращивает жемчужину вокруг раздражающие его песчинки и я не понимаю прости конечно же ты никогда не видел ни моллюсков ни жуков я сама видел их только на картинках как же давно это было я живу так долго что уже не помню сколько лет прошло помню эпоху длинных копшей машины подарили нам эти кварталы создали маленький мир в стенах котлован а потом заперли нас тут навсегда заперли чтобы спасти не забывай сколько раз я слышала эти слова пока люди чем могли слушать и отвечать о я говорила и говорил я кричал о машинах на площади тогда еще можно было кричать сейчас не позволено даже сомневаться слушай чё за россия 2020 2077 скажи джосая почему ты тут что заставило тебя сомневаться почему я тут почему меня попросил об этом потому что меня попросил об этом девушку то я люблю чё за глупый вопрос ты чё дура что ли нет я здесь потому что погибла моя сестра потому что кто-то убил бридж да господи чё так орешь то мощно меня числа они не сходятся если статистика не врет то минимум треть людей города питается неизвестно чем приходящим из ниоткуда питается одевается получает освещение и никто в министерствах не воспринимает этот факт всерьез с высоты своего положения ты видишь то что мы собирали по кусочкам каждый из нас столкнулся с фрагментом большой картины кто-то получил приказ игнорировать странное удвоение груза на складе произошедший за одну ночь тот обнаружил что якобы синтезирующий белок установки давно сломаны покрылись грязью тот видел как исчезает упрямые и болтливые на такое положение невозможно конечно это невозможно потому что ты не стал кричать об этом на площади ты оказался умнее меня не стал докладывать об этом начальству но когда все другие варианты невозможны остается поверить в невероятный невероятный тот в который я верил самого начала мы получаем ресурсы снаружи да не мы не мы получаем машины получают и раскладывать нам по кормушкам но почему машина благодати и любви скрывает это от нас разве не для этого мы собраны в городе чтобы пережить фиолетовую смерть и вернуться на поверхность к солнцу и свету попробуй спросить их об этом сам потом расскажешь мне о результатах уже не уж не знаю какой благодати и любовью они руководствуются оставляя нас без света и свежего воздуха обретая на медленное вырождение и деградацию возможно это один большой эксперимент эксперимент по превращению нас в животных кто знает а может это и не эксперимент а месть зависть нам никогда не стать машинами но в чем-то мы всегда будем лучше выше их а теперь они хотят отнять у нас это и преимущество и вы сопротивляетесь этому устраивая взрывы и убивая людей по толпе собравшихся пронеслась волна неразборчивого ворчания кай повела рукой и разговоры тут же стихли справедливое замечание думаю со стороны мы действительно выглядим безумными фанатиками культа разрушения конечно же никогда нашей целью не не являлись смерти страх или хаос просто иногда чтобы не тебя услышали нужно хорошенько поорать когда человек теряет сознание его нужно пробудить встряхнуть дать пощечину садить иглу в самое чувствительное место вас услышали министерство это точно но что дальше сначала я хочу рассказать тебе одну древнюю сказочку в конце концов я же бабушка это моя обязанность она к она кормишь меня бабушка это тоже обязанность бабушки накормить давным-давно был построен великий город о шести углах в каждом углу по одному столпу в каждом столпе по одному министерству но мало кто знает что в каждом министерстве есть по одной лифтовой шахте каждый из которых когда-то вела наружу о чем она говорит в том здании куда я хожу каждый день есть выход наверх после окончания постройки города все шесть выходов были замурованы завалены и обрушены любое упоминание о них стерли изо всех планов и книг но был еще один седьмой выход тайный спрятанный коварным главконом заготовленным им только для себя и своих последователей о нем изначально знали немногие эти немногие умерли один за другим выход затерялся среди самостроя а затем был завален породой и бетоном поверх него выросли новые здания эта история полностью забылась только жители некоторых зданий по сей день слышат странные звуки по ночам протяжные стоны хриплое дыхание стук сердца главкона прикованного на дне котлована рядом с выходом до которого он не может добраться какая глупая сказка хуйня все основанием для каждой сказки является информация я придумал эту сказку на случай если уйду умру информация не должна умереть вместе со мной потому что выход главкона существует мы просто не знаем где а я знаю а я по-моему знаю где этот выход а я вот получил этот выход а я была в предыдущем серии все было да не смотрела посмотри а вот так вот да то есть ваши взрывы на самом деле беспорядочные раскопки зачем тогда устраивать эти раскопки в центре города если шахты лифта может быть только на окраине в министерствах ты не один умеешь анализировать и искать паттерны на один поисковый взрыв приходится делать два три маскировочных вы надеетесь найти найти одну единственную точку размером с лифтовую шахту на периметре целого города это идиотизм конечно это идиотизма у тебя есть предложение получше нет смысла тыкаться вслепую нужно собрать информацию проанализировать данные даже если что-то скрыто это что-то можно обнаружить по его влиянию на окружение нужно сопоставить и проанализировать схемы коммуникаций и несущих структур найти скрытые закономерности я замолк охваченным внезапным пониманием на лице кай светилась легкая улыбочка победитель я им подсказал блядь подсказал им так вот зачем я здесь чтобы им подсказать вам нужен кто-то с доступом к старым чертежам города я все понял и не просто старым а самым секретным находящимся в закрытой секции бесконечной библиотеки кто-то кто может увидеть порядок в хаосе труб проводов коридор и стен кто способен увидеть на картах то чего там нет звучит как лесть но я знаю что это правда им нужен я не просто какой-то чиновник министерства а именно я но сильнее любой радости в сердце звенел зуд в мозге жаждущим впиться в новую задачу им нужен я а мне нужна эта загадка я просто обязан найти выход главкона возможно именно для этого я и был создан собран машинами по словам деодата какая ирония ладно допустим я вам поверил но почему вы так слепо доверяете мне я могу сдать вас в любой момент награда за вашу голову может быть очень соблазнительный снова недобрые шепотки за спиной на этот раз к и не стала их останавливать действительно ты можешь нас дать конечно же конечно мы можем тащить тебя за собой в ад не думаю что у нас нет других связей в министерстве истинная причина в том что у нас нет выбора время на исходе вот это это сука пожаловалась этому главному там который нас который нас дал который нас убил из-за которого мы были в этом аду чертом где мы копали рубили ой кошмар в этом городе появляется все больше тел но остается все меньше разум знания растворяются в воздухе люди живут все меньше даже сами стены города рассыпаются и крошатся ни город не машины не могут стоять вечно вы решили ли вы решили рискнуть и поставить все на карту в один последний раз до конце концов мы не армии и не специально подготовленные агенты мы просто уставшие и отчаявшиеся люди которые хотят увидеть небо кланки кланки после внезапного крика одного из братьев анга раздался звон стекла и свет в комнате потух чё такое опять убили что вокруг послышалось лихорадочное шуршание ткани и топот сквозь шум прорезался ужасный звук который не спутаешь ни с чем клацанье щитков полимерной брони чё такое я спрятался остановить кланков идентификатом чиновника побежать вместе со всеми это выбор конечно давайте сохранить вставать на каждом выборе сохраняться хочу будет выбирать остановить кланком идентификатом чиновника побежать вместе со всеми я не знаю я не знаю честное слово не знаю смотри давай рассуждать давай думать а если мы побежим вместе со всеми нас поймают схватит за яйца оторвут яйца опять будем работать там среди демонов да если мы остановим кланков идентификатом чиновника возможно нас опять все опять нас а по этот спустит в ад все у меня в голове пока что все складывается так что нас все равно убьют давайте попробуем побежать вместе со всеми кто-то потолкнул меня в спину я пошатнулся и шагнул вперед чтобы держаться на ногах потом шагнул еще и еще все быстрее и быстрее пока шаги не превратились в лихорадочный бег по темным помещениям попробуем сбежать попался езда мозг превратился в дырявую губку пропитанную адреналином ноги запутались в офисном стуле и я рах и я рухнул на пол сильно ударившись коленями пытаясь сдержать всхлип и я принялся вслепую шарик по полу перед собой пальцы наткнулись на гладкую трубку в ответ на прикосновение по ней разошлись круги зеленоватых искорок люминолампа я схватил и потряс ее так взбадривая старый голодный люминопор после чего осторожно и тихо встал на ноги тихо 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 блять читай причитай слабый свет лампы обрисовывал башенки старых книг сложенных по углам в воздухе кружилась поднятая мною пыль острый и едкий запах плесени винчивался в нос вызывая невыносимое желание чихнуть чихать нельзя не чихай тишина непротивление исчезла кажется растворилась словно впиталась в эти старые стены кланки кажется тоже ушли а мы-то где несколько минут назад я ощущал себя избранным теперь я словно выброшенный мусор кто-нибудь эй есть кто нет легкий шепот отразился от потолка и улетел громким эхом в темные коридоры это было плохой идеей нужно идти или я выберусь отсюда сам или меня выведут в наручниках комнаты сменяли друг друга мимо проплывали груды книг картин и других вещей незнакомых странных и очень старых сколько же всего мы утратили как и почему это все случилось и тишки посадишь ты прикинь ты прикинь сбежали и пока не убили ищели вокруг следующей двери пробивается свет кланки за ней или непротивление есть только один способ узнать я больше не могу тонуть в этой пыльной тьме изданом ой выбрались узкий переулок а как кланки разве не должна цепить район тут как бы преступление как бы не санкционированный митинг к тайной встрече узкий переулок ширины которого едва хватало чтобы придираться боком привел на все те же кривые темные улицы сектора север я выбрался я выбрался выбрался я молодец никого вокруг и это прекрасно свежий воздух пусть и пованивающий биоразлагая биоразлагаемым пластик пластиком отопить тяжко проходить эти новеллы много читать там вообще жопа какая-то чахлы свет фонарей выкрученных на режим экономии и родной город я по тебе скучал home sweet home бесполезно теперь лампа отправляется обратно в переулок а я отправляюсь домой лишь бы не забыть снять себя пыльный пиджак перед тем как упасть в кровать нас не поймали прикинь не поймали нас не поймали мы молодцы ебать мы здесь совсем рядом приложи ухо к стене поплотнее ты услышишь наши голоса постучи в твердую поверхность и ты услышишь стука в ответа не хочу я стучать что ебануть или что ли крыша едет дом стоит не хочу стучать плотно упакованы в тесном пространстве так плотно что с прессованной кости выдох одного тела это вдох другого стук одного сердца входит в ритм многих сердец мысли одного разума это мысли всех нас ты никогда не был одинок ты никогда не будешь одинок хочешь ты этого или нет мы всегда рядом по ту сторону тонкой пленки бетона под жалкой кучкой хлама и мусора лежащего на туго натянутой паутинки стали паутинки которая вот-вот лопнет когда-нибудь стены рухнут и за ним будем только мы прошу хочу так страшно почему не срабатывает будильник бомонар поставить суп на разогрев чё это на работе делаем стоп я не дома это мой рабочий кабинет как я сюда добрался сколько времени я тут уже нахожусь опять все произошедшее кажется сном я просыпаюсь и собираю сам себя по кусочкам голове хранится память о вчерашнем дне но эта память словно принадлежит не мне наверное я заболел сошел с ума сложный хрупкий инструмент кавиане окончательно сломался и теперь будет выброшен нет нет палеоны нет заговорщиков все это просто плод моего воображения выдумка мелкого чиновника сломленного одиночеством и утраты близкого человека ты че несешь хуйню-то какую-то дурак что ли какой выдумал возможно было бы лучше если бы это была выдумка но бледная звездочка шрама на боку говорит обратное нужно верить себе и своей памяти и наш иначе можно сойти с ума вот молодец верь памяти нужно заняться делом сотрудники марка приходили на ремонт пока меня не было из терминала больше не течет что-то или это тоже было плодом моего моего воображения нет дергать провода не стоит второй поломкой подряд алгоритмический регулятор и заинтересуется уже всерьез я получил твой отчет джосай отличная работа как обычно машины будут довольны я уже успел отправить какой-то отчет даже не помню о чем да ансель насчет того особого дела который ты мне поручил про ошибки помнишь да для дальнейших поисков не нужен доступ к архивным документам города я начинаю подозревать что подтасовки начались задолго до моего рождения что ж это очень вероятно да это тарата так как ему зяк здесь огонь просто мне нравится конечно как образцовый работник нашего отдела и верный слуга машин ты имеешь тот доступ к архивам бесконечной библиотеки которые тебе позволено иметь если ты столкнешься с ограничениями а ты с ними неизбежно столкнешься то обращайся ко мне моего уровня доступа хватит на любые исследования ансель ты знаешь мою скорость работать и объем информации которая способен поглощать тебя самому поплохеет после сотни запросов первый же час знаешь знаешь что привело главкона поверженного к предательству и его неизбежному падению в пучины адские гордыня ты так и не научился склоняться перед всесилием машин что для тебя сотни запросов то для машин всего лишь он новый шум одной детали из тысяч но ведь ты сам не машина или ты всерьез уподобляешь себя машинам способности обработать сотни запросов не отвлекаясь от своей основной функции нет нихуя я то я так и я так и не говорил диодата на секунду замолчал из колонок доносился только треск статики поэтому его гневное пыхтение и скрежетание зубов зубов я додумал себе сам я выдам твоему терминалу свой уровень доступа на сутки если нужно будет продление обратишься снова хорошо это было легко вот это да впервые ансельм не стал перекручивать смысл слов свою пользу не стал читать проповеди и просто делал то что от него требовалось чувство я еще поплачусь за эту маленькую победу неважно теперь у меня есть код доступа второго уровня к бесконечной библиотеке на фоне поисков тайного выхода главкона и все остальное казалось неважным и глупым а современные карты города безопасные и стерильные тщательно отредактированные и широкой публике доступны только планы развития аккуратные стрелочки ведущие в огромные пустоты под столбами раньше я бы заинтересовался как управление гордых дел умудрилась выкопать полости способны соперничать с работы машин в эпоху длинных ковшей это экскаватор называется естественно но сейчас это выглядело скучной вознёй в застарелой яме яме который я скоро покину навсегда никакой полезной информации от этих рекламных схемок мне не почерпнуть посмотрим что даст уровень доступа деодата так я ничего не вижу как сосуды кровеносной системы под примитивными формами современной карты порезались линии коммуникации вот какие-то трубы репозитории а эти толстые жилы проводов сплетающиеся в один огромный узел под зданием священного сервера ценная и очень опасная информация если бы непротивление действительно были бы теми террористами которыми их считают то она могла бы наделать много шума при помощи этих карт мне же от них никакого толку все возможные следы давно стерты погребены под слоями изменений оптимизации и попыток внедрения очередных гениальных ген планов очередных министров нужны гораздо более старые записи доступа нет стоило только запросить карты времен первой зачистки по плану министра османа как экран угрожающий вспыхнул требованием кода третьего уровня третий уровень таким доступом обладает только министры зачем кому-то скрывать простые архивные записи настолько что доступом к ним обладает 6 человек на весь город теперь я знал зачем такая секретность такой уровень защиты был лучшим доказательством министерством явно есть что прятать что теперь делать одна только просьба таком уровне доступа отправить меня на допрос в департамент заботы и защиты надо подумать небольшая прогулка пара поможет проветрить мозги хорошо идем забавно где-то здесь за бетонным перекрытием этого здания громоздятся обломки шахты ведущей наверх может быть прямо за этой стеной или за той чуть дальше так близко и одновременно так далеко раз уж я вышел можно прогуляться до кабинета раджа кури на министерство демографии ничего страшного или преступного я просто пройду мимо его двери никаких глупостей может перекинусь пару слов по секретарем почему не да ты куда лезешь ты ты дебил он тебя сожрет прошлую жизнь в этом работ не помнишь копать не помнишь а вспомни блять вот подумай свою пашку дебильный дурака кусок в приемной никого не оказалось поэтому я зашел поискать секретаря в кабинет да зашел в кабинет министра чтобы поговорить чёрт как же это глупо звучит никто в этом не поверит ни одного человека кругом даже сам министр исчез невероятно глупая удача перерыв на обед или собрание неважно такой шанс выпадает только один раз я обязан его использовать какой же роскошный кабинет то что книги в шкафах на вид они совсем не плесневелые забавно радж куриен и каенца находится на противоположных концах социальной лестнице но что ты все-таки обвинить об объединяет возможно их объединяла не только любовь книгам по сторонному экрану окна шумели радужные помехи но сквозь них пробивался необычный пейзаж я тоже видел снежок какой-то красивый прикольно даже самые могущественные из нас скучают по тому чего мы были лишены не время разглядывать обстановку нужно торопиться если квирин заблокировал свой терминал то весь этот риск был впустую говори прямо подсолнечник говори прямо подсолнечник почему эти намеки тебе не нужно больше плоти тебе нужно больше плоти полимеры метан белковая масса мясо это называется мясо я едва удержался чтобы не закричать голоса прозвучали прямо за спиной из глаз мгновенно выступили слезы судорожно моргая обернулся помутившись взглядом уставился на дверь она скрывалась за высоким креслом министра дверь или скорее массивная створ большого сейфа из-за нее пробивалось красновать то есть красноватое свечение в которой мелькали чьи-то тени неважно как это называется население города растет как и должно но для этого торговля обязана так вот чем ты это считаешь торговлей ты кормишь плоть чтобы кормить людей чтобы затем кормить плоть это естественный круговорот вещей не нужно лгать самому себе или ты все еще боишься после всех этих лет всегда блять стук сердца оглушал это опять энергетика жахнул и сердце мы шли с чат оказалось люди за дверью вот-вот его услышат я зажал ладони рот так сильно что ощутил пальцами собственные зубы сквозь тонкий слой щек одним из беседующих был сам министр квирин на вопрос с кем он разговаривал странные скрипучие и грубые голоса словно его собеседники были также старый как лидер непротивления чтобы они не были этот разговор настолько важен что происходит за толстой стальной дверью в глубинах глубинах самого охраняемого здания в городе это может оказаться важнее поисков выхода главкона важнее заговоров внутри министерства или или это и есть заговор внутри министерства заговор идущий с самой мать его верхушки если меня поймают просто в кабинете я потеряю работу и скорее всего свободу но при одном взгляде на эту дверь сердце наполнялось уверенностью если меня поймают когда я подслушиваю подслушиваю у нее я потеряю жизнь тут же незамедлительно так давайте сохранимся давайте подслушаем чем там говорят а какие там были варианты подожди подожди а послушать разговор за дверью обыскать стол министра убежать нету подслушай там же интересно я должен узнать больше почему они говорят о плоти что за торговли и с кем уж явно речь идет не не об имитации торговли за запкоины которые поддерживают министерство в городе для стимуляции продуктивности граждан голоса за дверью стали тише конечно прислоняться кухон двери не стоит это будет совсем глупо но хотя бы подойти поближе в эту секунду дверь распахнулась и нам пришел пиздец зловещие красное свечение пролилось из неожиданно небольшой комнатки отчертив на балу бурый прямоугольник ебать ты чё тут с демоном бишу шукаешься ты чё чернокнижник етишки пизда мне пизда мне опять мне в этот хуйню это положит рад шквирин по инерции сделал еще шаг в собственный кабинет после чего остановился и уставился прямо на меня уставился не испуган и не раз гневан удивлен к вяне не припомни чтобы вызывал вас к себе что это за существа и это люди маскарадный костюм и гротесных тварей но никакой костюм не может двигаться так пластично поблесгивать потом бугриться тяжими мышц и сухожилий по тонкой кожей я хотел но никого не было ты воняешь страхом я могу отрезать от тебя кусочек чтобы боль заглушила страх хочешь только попроси и нахуй франк спасите тварь подходит на женщину ее голос скрежетнул сухой и тонко но не как хрупкий старческий голос кай чудовищного охваченного прижимы приживленными кистями горло вырывались слова словно искаженные мучительной агонии смешаны с экстазом у вас послал этот болван диодату да этот насчет отчета вот как впрочем неважно стоило придумать ложь поинтереснее это купил бы вам лишние секунды жизни не подожди 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 пожалуйста я буду молчать нет ты будешь кричать заткнись нахуй не мешай мне выкручиваться и все еще хочешь называть это торговлей радж даже сейчас ты закроешь глаза охваченное ужасом сознание забилось в самый темный уголок мозга и жалобно хныкала оттуда только разум продолжал хладнокровно подмечать и фиксировать каждую деталь чудовищной сцены одной из таких деталей оказался кошмарный хлыст свисающий из рук второй твари как будто хребет вырванный из чего-то тела смотри радж как я забираю этот товар смотри не смей отводить взгляд на эту почву растет твой жалкий город пока ему позволено расти чудовище развернулась ко мне хлыст в его руке медленно выпустил на пол длинную гибкую струну все пиздец из черноты пустой как мертвый сон меня тянут и тянут вверх отпустите я не хочу не слышат вырывает щипцами из тьмы как зуб из десны и по руке что-то змеица вверх и вниз как будто плавает внутри под кожей глаза надо открыть глаза блики зеленого света голоса то 5 его борда и опять лаборатории служить уж на это мы видели это опять копать а я хочу копать иди нахуй короче да опять этот копать рубить не хочу этим заниматься в общем-то и мы в следующей серии наверное обычным стол министром посмотрим что там да как там и продолжим уже потом добьем последнюю концовочку какую-то самую интересную какая повезет точнее какая будет такая будет самая интересная ну а сейчас как обычно подписывайся жми на колокольчик обязательно ставь лайк комментируй если есть что сказать что рассказать рассказывай обо мне своим друзьям делай посты в общем удачи и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok